Сердце, любовь, крепкое здоровье. Все это должно быть дома, все он оберегает. Это не просто игрушки, это талисманы, которые несут в дом любовь, здоровье и удачу, уверяет Татьяна Цветкова. Женщина мастерит все своими руками, а продает в интернете и на таких вот ярмарках для самозанятых. Пользуется популярностью. В планах есть как-то расширять, делать больше игрушек? Обязательно, обязательно. Но пока вы одна, я так понимаю, чем занимаетесь? Да, пока одна. Так хочу, чтобы внучка занималась. В первый год мы произвели 30 таких досок. В следующий год мы произвели их порядка 100. А сейчас мы уже за этот год сделали только 25 досок, а прошло всего два месяца. В своем стремлении Татьяна Цветкова не одинока. Затем же на этой ярмарке ее коллеги, самозанятые со всей республики. Кто-то создает сладости, кто сувениры хендмейд. А вот Алексей открыл столярную мастерскую. Чем больше ярмарок, тем лучше работает сарафанное радио, уверен он. Для нас любое общение с человеком вживую всегда интересно, потому что он чувствует наш товар вживую и понимает качество нашего товара. По фотографиям этого не понять. Мы даже на эти площадки выходим не ради того, чтобы продать, а ради того, чтобы показать, чтобы нас больше узнали. Ярмарка для самозанятых – тот случай, когда довольными остаются все. Многие ходят с семьями, поэтому это всегда интересно. Круто, что мы можем прийти, выбрать что-то для себя. Это там шоколад ручной работы, да, я очень люблю шоколад. И прийти, понимать, что это хороший, качественный продукт. Выйти из тени и не скрываться от налоговой. Именно этот путь все чаще выбирают самозанятые. Таких сейчас в республике 20 тысяч. 7 тысяч из них в столице. Сергей Хайдаров, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok